Оборудование, с которым работают наши ветеринарные специалисты, уже давно морально и физически устарело, поэтому было принято решение составить заявку от каждого подразделения Ветслужбы Республики. Такой подход позволил обеспечить всех тем необходимым оборудованием, которое позволит клиникам и лабораториям фитосанитарного контроля максимально эффективно работать. Мы должны были резко и кардинально что-то изменить, чтобы качество и безопасность данной продукции в лечебно-профилактической деятельности соответствовало, чтобы люди, которые приобретают нашу продукцию на рынках города, не боялись за своих близких и детей. Лабораторное оборудование, трихинолоскопы и компрессории, электронные весы, нитратомеры, термоцтаты и гемолизаторы. Вся эта техника позволяет в кратчайшие сроки определить качество и безопасность любой продукции, начиная с овощей и молочных продуктов и заканчивая мясом. Все лаборатории Ветсанэкспертизы проверяют мясо. И вот этот прибор нужен для исследования мяса на трихинолез. В настоящее время у нас был трихинолоскоп, он немножко был другой. Вот вышел из строя этот трихинолоскоп и работали с микроскопом. Это очень замедляло приемку. То есть этот аппарат позволит нам ускорить приемку мяса. Экомилк – электронный аппарат, который позволяет исследовать на плотность сухой остаток и исключать фальсификацию. Он предназначен для экспертизы молока на рынках. Это современный ультразвуковой аппарат. Мы в него очень долго ждали. Наконец-то мы получили, это впервые получили данное оборудование. Позволит нам провести исследование молока в течение двух минут. Все это стало возможным благодаря помощи коллег из Министерства сельского хозяйства России. По условиям тендера российские поставщики обеспечили не только доставку новейшего оборудования, но и его наладку, а также инструктаж специалистов. Обучение работе на новой технике прошли специалисты со всей республики. Помимо этого, отдельные врачи клиник получили новые навыки в лечении и профилактике болезней животных. Для меня было интересно, конечно, побывать в ветеринарной клинике города Брянска. Было интересно посмотреть процесс лечебных мероприятий в другой клинике. В Брянске было достаточно интересно, нас хорошо приняли, показали много нового. Для лечебниц привезены УЗИ-аппараты новейшие, то есть они ничем не будут уступать медицинскому медикам, потому что таких у нас еще в практике в Приднестровье не было. То есть теперь будет возможность на ранних стадиях диагностировать беременность, различные опухоли у животных. Эта первая поставка до конца года прибудет как минимум еще одна партия оборудования. В сентябре планируется повышение квалификации более сотни наших ветспециалистов с привлечением российских коллег, которые расскажут и покажут новые направления и методы работы как в лечении, так и в лабораторной практике. По окончании все слушатели получат дипломы российского образца. Николай Стоянов, Павел Божонко, Первый Приднестровский.